Ребята, ну что? Дождь, серость, ветер. Это значит, что пришла осень, а вместе с осенью мы говорим пока отдыху, отпускам, морям, тусовкам. И начинаем говорить привет знаниям. 1 сентября, день знаний. И где мы с вами находимся? Конечно же, на празднике университета, который я сам закончил. БФУ имени Канта. Ну, БФУ, ну, понимаете, БФУ уровень. Тусовка, сцена, кипиш, народ, очень много абитуриентов и, скорее всего, уже первокурсников, по идее. И пойдем проверим, как школа их подготовила к взрослой жизни, студенческой. И будем веселиться, в общем. Погнали. Почему БФУ, почему вы здесь сегодня? Мы студентки третьего курса, учимся на педагогах, начальниц школы. Почему БФУ выбрали когда-то? Это самый большой вуз в Калининграде, я не хотела уезжать. Ну, тем более, это единственная вузка педа в Калининграде. Те отдают большие возможности, и только ты решаешь, пользоваться ими или нет. Все пойдет. Я тоже могу лозунгами отвечать. Тойота, управляй мечтой. Это мотивационный. Тайт или кипячение. Вы учитесь уже или только поступили? Я учусь в второй курс. На холодильной компрессорной установке. Это колледж. Это колледж? Да. БФУ. Понизили, что ли? Да, есть и колледж. Блин, времена прошли. Как вовремя мы вас нашли. Вот так чуть-чуть, пожалуйста. Кто вам меньше нравится в этой тусовке? Вот. Мы можем попросить вас сюда? Оператор, чтобы тоже не мог. Все, вас не будет в кадре. Зачем вы тут вообще сегодня? Мы пришли познакомиться с группой. Познакомьтесь, что не познакомили еще? Уже познакомились. Фейруза. Тебя Фейруза зовут? Да. Я Маруся. Ты Маруся? Да. Ну, вот так вышло. Так и не сказали. Почему выбрали бы ФУ? Ну, сюда только баллы хватили. Кем станете, когда вырастите? Учителя. Развеем какой-то стереотип об учителях? Звонок для учителя. Это правда? Вы так говорили или говорите? Говорят. Мы говорим выйти и зайти обратно нормально. Мы говорим, голову ты дома не забыл. Да. Говорим. Так, сейчас рассажу вот так, говорите? Да, да. Встань всем, расскажи, все посмеемся. Да. Камчатку сейчас рассажем. Вот. Рассажем. Я не учитель русского. Да как будто понятно, Маруся. Здравствуйте. Оооо, это контент сейчас будем делать? Я вас знаю. Я тоже, по-моему. Давайте, да, я скажу, что я вас тоже знаю, чтобы мы все как будто друга знали. Ты с сегодняшнего дня учителя в школе. Мы пятый курс. А что вы радуетесь тогда? Вы сейчас будете безработными скоро уже. Да, грустно немножко. Что будете преподавать и где? Английский. Те самые англичанки. Прабы, фу, пять лет прошло. Мне нравятся индусы в нашем корпусе, они веселые. И китайцы, да. У индусов точки же на лбу. Да. А если они не пересдают контрольную, точка превращается в двойку? Нет. Что вы думаете, Алена Сергеевна? Я думаю, на щеке новую рисуют просто. Я бы поставила, если бы была у них преподавателем, я думаю, да. Чтобы видно было, да. Здрасте, мы с вами хотим пообщаться. Здрасте. Не потому, что у вас есть зонт и пошел очень сильно дождь. Мы первый курс. О, первый курс. Почему БФУ выбрали? Ну, просто потому, что я хотела поступать в Калининград и из всех вузов показался наиболее приоритетным. На кого будете учиться? На мировую экономику. Ты в школе такой, типа, бегаешь, прыгаешь, веселишься и потом такой, мировая экономика. Как это произошло у вас? Просто из всех специальностей показалось наиболее интересной и привлекло также то, что будет изучаться два иностранных языка на этой специальности. Вы слышите, что вы там только вдвоем будете учиться? Нет, не вдвоем. А вы, кстати, слышали что-то про кампус? Какой-то городок. А, что новый строят Кантиану? Да, да, да. Какой-то городок. Ну, что-то вообще, что-то суперкрутое, да? Скажите, что вы ради этого поступили. Очень надо в рекламных сериях. Ну, честно, ради этого. Вы поступили или вы что, как? Да, мы поступили. Первый курс. Первый курс. Четвертый. Третий. На кого учите? Юрист. Юрист. Преподаватель английского-испанского. Менеджер. Психолог. Педагог. Мы все в Тиндере нашлись. Мы все работаем. Мы все работаем. Где вы работаете? Я работаю заместителем руководителя смены. Они все мои подчиненные. Где смены чего? Вожатые? Да, в лагеря. Так, ну давай, ты юрист. Кем будешь работать? В каком ресторане будешь официантом? Я буду работать в Долпруса Надежды и разбираться с детьми, которые плохо себя ведут. Яна преподаватель английского-испанского. Да, испанский, испанский. Значит, ты уедешь из страны? В Испанию. Найду себе там мужа богатого испанца. Да? Да. Чем-то он тебя не устраивает. А потому что у меня есть девушка. Я тоже закончил БФУ, но у нас не было кампусов. Что за кампус вообще? Вы слышали про него? Ну, это типа студенческий городок, в котором студенты будут жить. Это прикольно. Ну, обещают, что да. Дождь заканчивается, поэтому нам уже менее интересно с вами общаться. На испанском заканчиваешь наше интервью. Грациас! Всем пока! Я наставник БФУ. Могу попасть. Наставник? Да, я наставник. Это коуч, бизнес-коуч? Да, типа бизнес-коуч. Просто встаньте и делайте. Да, давайте. Так, ну давай наставляй всех, кто смотрит наши видео. Так, наставляю вас всех, ребята. Учитесь хорошо. На самом деле, не важно, какое у вас будет образование. Идите по своему цельному пути. Если вам приятно работать не в сфере учебы какой-то, которой вы отучитесь. Идите работать официантами, если вам нравится. Ну, а что, всем? По твоему пути идти, короче. Да, по моему пути. Я, например, работаю наставником, и мне нравится. Поэтому вот. Что получают наставники по деньгам? По монете сразу обсудим. По монете, вот. Правда. Ноль. Ноль, ноль. Да, Россия кормит, БФУ одевает. Вот. Поэтому да, БФУ одевает. Сейчас так волонтеров называют наставники? Да. Получается, да. Вы только поступили. Да, пять минут назад поступили. Психологи? Да. Вы самые богатые люди же будете. Психологи за сеанс? Нифига вообще. Просто слушают тебя, все твои проблемы выслушивают. И потом четыре тысячи с вас удобно. Да, вообще на это и была цель на самом деле. А, нет, вы еще говорите, ну, все проблемы с детства, так говорите? Да, это все из детства, из родительских отношений. Наладьте контакт с родителями, все будет супер. Говорили про какой-то кампус. Вы что-то слышали при нему? Да. Ну, вот здесь вот как свой городок, это исторический городок, а там будет новый исторический городок, поэтому там все новое будет, все новейшее, такие вот компьютеры всякие, вот, поэтому туда будет. Пенсиум 4 там будет? Да, да, обязательно. Windows 7 там будет? 10. Там все новое будет. На кого вы учитесь? Мировые экономисты. Самое время. Мы знаем. Разбираться в экономике. Ну и что, как у нас там мировая экономика, нормально? Пока мы учимся, все хорошо. Расскажите какой-нибудь самый прикольный факт про мировую экономику, которую никто нифига не знает, но вы зато в кадре будете умными. Вы не к тем людям обратились. Вообще мимо. Вы чисто только тусуетесь на таких праздниках. Лицом светил. Тогда давайте смотреть правде в лицо. В каком ресторане будете работать после того, как закончите? В Сачмеле. Я не знаю, в сказке. Мировыми экономистами. Все, обратитесь ко всем, кто вас посмотрит и кто даже не посмотрит. Ребят, БФУ супер, супер. А теперь что-нибудь честно. БФУ супер. Так, и передайте привет своим бывшим. Балтика, БФУ еще лучше. О, футболист? Сердечко, он тебе не попал. Ворота не забил. Это специальный репортаж. У меня на связи мой специальный корреспондент. Как вас зовут? Варвара. Итак, Варвара, вы находитесь в БФУ. Что сейчас там видно? Сейчас здесь видно позитивных, энергичных студентов. Пока что я вижу, как снаружи у нас льет дождь, а внутри, в сердцах наших студентов, ясное солнце. Итак, Варвара, говорят, что там очень много разных интерактивных площадок. Расскажите, чем заняты первокурсники БФУ? Первокурсники заняты вообще всем, чем можно заняться на этом мероприятии. Они потихоньку участвуют во всех станциях, что-то делают, узнают что-то новое, знакомятся с университетом и просто заряжаются всей этой энергией, как и мы потихоньку зарядились вместе с ними. Варвара, финальный вопрос. Говорят, что БФУ какой-то новый кампус открывает. Расскажите, что вам известно на эту секунду. На эту секунду известно, что таких кампусов всего по стране будет 7 штук. Это будет супер-крутой классный кампус и БФУ еще на ступень станет лучше, выше. Будущее БФУ здесь. Вы поступили на танцевальный факультет? Разумеется. Прикладаем математику. Математические танцы? Давай, покажи движение синус. Как оно, синус, движение? Так. Так, а теперь гипотенузу покажи нам. Как делать гипотенузу? О, гипотенуза. Так, корень из 144, как делается? Нормально. Молодец. Мне нравится ее творческий подход. Когда ты приходишь в универ, часто педагоги говорят, забудьте все, чем у вас учили в школе. Прямо сейчас мы будем специально на камеру забывать все, чем у вас учили в школе. Как по-английски будет яблоко? Pen. Нет, table же. По-моему, orange. А, там два варианта, три варианта. Там варьируется. Так, инфузория туфелька. О чем это вообще и где это? Где ее можно купить? Ну, наверное, в каком-нибудь сумме. Крещение Руси в каком году произошло? В 2021. Два года назад как раз же было. Что? А что такое суффикс? Ну, это окончание. Молодец. Ну, ты почти попал, кстати. Вакуоль. Что такое вакуоль? Это что-то из литературы. Наверное. Так, и где можно купить инфузорию туфельку? Наверное, его бы в дом. В каком-нибудь, да? Да. Ну, раз туфелька, то в обоанном. Правильно? Правильно. Суффикс. Что такое суффикс? Предлог. Суффикс это предлог? Да. Предлог, типа выйти замуж, типа жениться. Ты вместо предложения делаешь суффикс обычно? Да. Ты делал уже суффикс? Суффикс? Нет. Она сказала нет. Инфузория туфелька. Что это такое, где еще можно купить? Ну, типа обувь, наверное. Косинус. Что вообще такое? Это где находится? Наверное, то же самое, что синус. Я не знаю, честно. А что такое инфляция? Давай экономисты. Это когда волосы вырывают, да? Типа инфляция? Ну нет, это вроде когда выпрямляют, наоборот, типа. Тычинка и пестик? Это вообще про что это было? Это про машину, по-моему. Сказуемое. Сказуемое – это что-то из математики, по-моему, да? Это про язык. Это жанра литературы, вы что? Сказуемое. Да, Пушкин все писал про сказуемое. Это что-то из геометрии, по-моему. Закон Ньютона кто придумал? Ом. Достоевский. Владимир Путин придумал. Что вы придумали? Гольф стрим. Что это такое? Ну, я правда не знаю, что это. Я серьезно. Тогда отвечай, как чувствуешь? Ну, что-то с гольфом. Это какой-то вид спорта же, да? Да, что-то с гольфом. Ну, да, наверное. И, возможно, он где-то на севере находится. Вот есть северная Америка, а есть? Где-то западная. Крещение Руси в каком году произошло? Произошло в 25-м году до нашей эры. Закон Ньютона кто вообще придумал? Менделеев. Да, Менделеев же. Правильно? Правильно. Да, это из химии как раз. Это биология. Да, химия это биология. По математике вас погоняем. Суффикс это что такое? Приставка. Корень из 144? Яблоко. Все. Все. У нас такое. Класс коррекция. Мы учимся только составлять предложения. Нам дайте кубики с бубами будем составлять. Коррекция, тогда брови выщипывают. О, точно, молодец. Да, и вот, кстати, инфляция. Это же когда вот лазером, да, что-то удаляют волосы? Да, 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 да. Все правильно. С сахаром. Все. Пять любых элементов таблицы умножения. АПВГД. Ты меня загрузил. Ее же заи краткая. Брат, сестры, кто тебе? Кум. Кум. Все правильно. Сколько земли находится в яме шириной, глубиной и высотой 2 метра? 2 метра. В яме 2 метра. Да, глубина, ширина и 2 метра. А, объем? Ну, сколько там земли находится? 8. Кубических метров. Самое прикольное, что он считает, что ответил правильно, но ответил неправильно. А это неправильно? Да. Там что-то пипи, вот это вот все. Не-не, не-не. Есть, а сколько грязь? Это логическая задача. Логика? Ну, столько же, сколько там должны земли в яме. Много? А, в яме больше, чтобы там нет земли. Так, что сегодня здесь происходит? Ну, очень хорошо. Давайте какой-то совет дадим всем, кто только поступил. Вот к чему им надо готовиться? Окей, вы это рекорд. Трикулы, ас-бранд. Все. Все, пользуйтесь. Чего не пользуйтесь этим? Бэфу вообще классно учиться? Да, да, да. Тузи, да. Очень хорошо. Много друзей у вас здесь? Давайте по именам, имена всех друзей назовем. Артем. Артем. Да? Все, соседи. Мария Владимировна. Очень хорошая девушка. Очень уважаемая. По отчеству, да? Да. Нам сказали, что кто-то из вас пел сегодня. Он пел. Я. Ты поешь? Да, да. Дили-дили-дили-дин-да. Бетис? Да. Да, давай споем. Сгарей кукушка. Дили-дили-дили-дин-да. Дили-дили-дили-дин-да. Дили-дили-дили-дин-да-да. Окей. Это идеальный звонок на будильник. Давайте говорить про какие-то нововведения БФУ. БФУ меняется. Новые корпуса. Вот тогда. Куда не проедешь, везде БФУ уже. У нас строится неокампус Кокняна. Да? И к 25-му году будет супер что-то новое. Это новое. Я, кстати, слышал. Рядом с моим домом, кстати, относительно. Ну, вот, пожалуйста, посмотрите, если вы живете недалеко от Невского-14, и ходите в Миломатейно. Мы заходим в парадную. Я неплохо зарабатываю, как блогер. Мы постараемся вам не мешать. Когда будем праздновать. Это вот так вот реально будет? Да. Да. Это вот так вот реально будет. В 25-м году. Очень скоро. И студенты, которые в этом году пришли первокурсниками, уже будут учиться там. Да подождите, это из Гарри Поттера вы взяли видео? Это там, это Хогвартс так выглядел. Кампус, который строится новый, это кампус, который называется, что это университет для города. То есть вот эта улица, по которой мы сейчас с вами идем, это коммерческая улица, и она будет полностью открыта, в том числе для горожан. Вот я здесь учился. Вот здесь. Погодите туда. Что характерно? Вот, это же корпус физмата. Это все верно. Вот же я стоял. Я тогда еще посветлее был. Вот я стоял. Ой, вы знаете, вы ничуть не изменились. Да. Как тогда был без работы, так сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok